Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятум или же Александр и сегодня я вместе со своим драндулетом и своим дедом нахожусь в деревушке под названием Летинье а это значит, что мы продолжаем проходить Елопи я, конечно, пошел, оплатил номер отеля, чтобы мы смогли с дедом переночевать и пока дед спит, я решил прочитать, что же за бумаги у него, в общем-то, находятся в сумке и давайте вместе с вами это сделаем Мой дорогой Лутфи, Хасан и я пишем тебе это благодарственное письмо Прошло совсем немного времени с тех пор, как мы переехали в Кёльн но я уже преисполнена надеждой найти здесь работу для всех нас Хасан менее оптимистичен, но ты его знаешь Думаю, через пару дней мы сможем вернуться за нашим ребенком Спасибо, что заботился о нашем ангелочке Могу лишь представить выражение твоего лица во время смены пеленок во время эмиграции одновременно проходя таможню и припудривая ребенка Несмотря на все вышесказанное, я сомневаюсь, что ты сможешь вызвать улыбку на восточной границе слишком уж они черствые Знаю, тебе требуется работа, как и нам всем Но я все же хочу, чтобы тебе не приходилось везти свой грузовик к восточной окраине за продуктами в заграничные магазины Надеюсь найти достаточно вакансий для всех нас В любом случае, скучаю по моим обоим Гюльшен Такс А теперь давайте пытаться расшифровать вышеизложенное Смотрите Это дядя Лутфи Понятно И получается Возможно Возможно я не прав, возможно я не так правильно понял текст, как нужно было В общем, друзья, пишите подсказки в комментах, будем с вами разбираться Но это довольно странное письмо Никакой полезной информации оно мне не несет И в общем-то я скорее всего какой-нибудь араб, да? Выходит Ладно, давайте ляжем спать Это в любом случае хорошая пыща Пыща для размышления Либо речь в этом письме шла о каком-то другом ребенке Не обо мне Не я ангелочек Ангелочек кто-то другой Хотя было бы прикольно быть ангелочком, да? Я ангелочек Странно, что деда меня так называют Я довольно груб и суров с ним А он называет меня ангелочком Хотя ладно, это не деда Это та женщина по имени Гюльшен Так, кто такая Гюльшен и кто такой Хасан? Кто это вообще такие? Что это за люди? И что они от меня хотят? Почему мы едем к ним? Мы мигрируем к ним Ладно, хорошо Окей Надо поскорее из этого города выбраться Здесь я задерживаться не буду Потому что все это мне не сильно нравится Поехали Окей, заводим машинку Ой, завелась, друзья! Даже не то, чтобы с полоборота Она сразу завелась Даже ни одной миллисекунды не прошло задержки Офигеть Вот эта катушка зажигания нам, друзья Подвернулась Хорошо, что у меня были деньги Ее я купил И машинка будет еще сейчас очень быстро ехать Мы домчимся до океана, друзья В одно мгновение Так, там лежит мусор Кстати, по-моему А нет, это не мой мусор Это не я выкидывал мусор И еще мне писали, что я пропустил несколько коробок В прошлой серии Да, возможно, друзья Но это все связано с дорожной обстановкой Вы же сами видели, что условия По которым я двигался В которых я передвигался Они были не очень хороши Да, будем честны Так, что у нас здесь запрещено? У нас запрещен текстиль Но никакой нормальный человек В своем уме и рассудке Не будет вести текстиль через границу Всем же это известно Потому что он стоит копейки Мы перевозим только вино И медикаменты Так, ладно Вот тебе мой паспорт Надеюсь, я в вашей стране ничего не нарушил Потому что я ничего не нарушал Платить штраф я в любом случае не собираюсь Так как денег у меня Ну, довольно-таки мало Да, дед? Да, дедуля Так, ну что? Че там? Ты долго смотришь мой багажник Хорошо, все в порядке Воу, он прямо у меня закинул Он не то, чтобы мне передал в руки, да? Паспорт Он его закинул мне в окно и сказал А не хочешь ли ты... А где мой паспорт-то? А, надо выбрать маршрут, друзья Мы ж не выбрали маршрут Поэтому он не хочет открывать мне ворота Он не знает, куда я направляюсь Давайте ему скажем, расскажем, покажем Так, у нас есть... Ага Мы едем в Югославию То есть мы движемся из... Запада на восток, да? И как раз вот здесь вот мы будем, смотрите, проезжать По берегу океана Это, по-моему, мы в Черногории были, да? Не помню Так, мы сейчас Летиньет, Дубровник Или Летиньет это страна А Дубровник это... Ладно, я не знаю Дубровник Или Дубровник это следующее пункт назначения Да, нам надо Дубровник двигать Так, но мне нравится... Я не знаю даже, друзья, какой маршрут Давайте выберем самый... О, нет! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! Ну, выбрал его уже Ладно Выбрал его Будем ехать вдоль моря Вдоль океана Будем наблюдать за чайками За раскатами волн За шумом прибоя Теплый летний ветерок будет обдувать мои волосы Мы будем наслаждаться этим бризом Ладно Двигаемся вперед, деда! Все, мы наконец-таки снова добрались на море Понадобилось много времени Мы вернулись обратно в самый Дрезден Но, по-моему, в этот раз мы добрались до моря гораздо быстрее За счет улучшения апгрейдов, прокачек нового карбюратора, нового двигателя И скорость наша уже, посмотрите внимательно, 60 километров Друзья, это много Я же все деньги потратил, да? На улучшение и на починку автомобиля Плюс у нас нормальные дорожные шины Одну мы, конечно, еще не заменили Но на ближайшей заправке мы это, разумеется, сделаем В двери эти, я не знаю, стоит заходить, не стоит Возможно, у них что-то есть Возможно, там ничего нету И я помню, что точно Мы ехали, когда вдоль океана Я видел несколько разбитых автомобилей И в этот раз мы, разумеется, их обыщем Так, скорость 70 километров До сотки разгоняется машина достаточно медленно, да? Оп, что это такое? Не разбитая ли это машина, или это просто ограда? Это, по-моему, все-таки просто отбойник, да? Ладно, до Дубровника 420 километров Хотя, это было от границы Я не знаю, почему опять 420 Блин, 90 км, друзья, посмотрите, как мы лупим на это несчастной лайке Друзья мои, ой-ёй-ёй-ёй-ёй Как же она летит, ой, лайка Это уже не лайка, это уже чайка, потому что она летает Такс Мы приехали к маяку Уф, да, уф, Людфи Людфи, кстати, я бы не сказал, что такое вот Какое-то восточное имя, да? В отличие от Гюльшена и Хасана Людфи, по-моему, это что-то такое вот Больше французское, возможно, да? Болгарское, может быть Я не знаю, но Ну, по-моему, нет А может быть, я просто неправ и не знаю имен Такс Чё у нас здесь? Открывайте, я пришёл Это маяк Моя теперь собственность Я хочу его обыскать и поглядеть Нет, меня не пускают Меня не хотят явно здесь видеть Мне здесь не радо, это плохо Это плохо, может быть, за маяком что-то интересное есть Так, это что такое? Что это такое? Это тоже загадка, ладно Это какая-то хрень Просто она должна быть здесь Баб бежал вокруг маяк И ничего не нашёл Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Як-як-як Как же так? Ладно Ладно, ладно, ладно Убираемся отсюда Такое большое сооружение Просто вершина инженерной мысли Человека И оно здесь возведено Просто так, бесполезно Оно здесь не нужно Ой-ой-ой Или подождите У нас внедорожные шины Я поменял и поставил Или дорожные? Я вот не помню Внедорожные шины, да А я почему-то думал, что дорожные шины у меня Вот дурак, Санька Я думал, что я поменял Да, я всё-таки поставил внедорожные Потому что мы постоянно передвигаемся Вне дороги Вне дороги по Бездорожью По Ухабинам Просёлочным И так далее Аккуратно выкручиваем Было бы, конечно, ещё круто прокачать свой багажник И увеличить как-нибудь управляемость моей чудесной машинки Было бы здорово И вопрос Можно ли продавать запчасти нашего автомобиля? То есть Я могу продавать какие-то ремонтные комплекты Я могу продавать продукты Я могу продавать всё то, что продаётся на заправке, да Но я могу ли продать двигатель Или, например, карбюратор Или что-нибудь ещё в этом духе Вот что меня интересует Потому что Этот вопрос сейчас будет стоять очень насущно Так как Так как Если я по дороге Что-то пердит Это что, колесо лопнуло? Нет? Вроде машина довольно ровно едет Не знаю И я по такой дороге Бездорожные Внедорожные шины должны Чувствовать себя гораздо лучше Что ж, если нет То ты должен запомнить Что-то А, ну да Про дождь понятно Только ты если Пора дождь Причём тут дождь, дед? Почему ты заговорил про дождь? Либо ты чувствуешь приближение дождя Как животное какое-то Да? Как кошка Или собака Или птица Да? Вот может быть деда Это человек-птица Он чувствует приближение дождя Либо он просто пытается Нассать мне уши Я не знаю Так, водопад Красиво Блин, здесь красиво Здесь море Класс, класс, класс Здесь мы уже ехали И я вижу впереди коробку Либо меня обманывает Мой зрительный аппарат Либо это нафиг коробка Сначала я подумал Что это столб Нет, сначала я подумал Что это коробка Потом подумал Что это столб Залез в текстуры А потом оказалось Что это действительно коробка Это приятная новость Я эту коробку Естественно С собой возьму Деда Смотри-ка Оп Товары начинают появляться Это Да, не Вот этого я делать не хотел Товары начинают Дед появляться Сейчас мы домчимся До Дубровки А в Дубровке Мы в Дубровке были уже, друзья Да, мы в Дубровке были По-моему, Дубровка Это был наш последний пункт назначения После этого у меня Все пошло максимально плохо У меня не было денег Не было Целой машины Не было инструментов И я случайно еще домой вернулся В общем, беда-беда-беда Но сейчас Ой Еще двигатель тот У меня было много денег Но я купил тот дебильный двигатель Который просто-напросто Мне повредил Ой, красота какая Ой, это, по-моему, что-то вот Да, это Черногория На юге Югославии Что же там у нас находилось Помимо Черногории Я не помню Вот не помню, серьезно Ладно, у меня с этим плохо Я в школе плохо учился Да Ладно Так Двигаем Двигаем деда Как это называется Вот эта конструкция Очень красиво Я вот всего В этом году был на море Да Тоже такое проезжал Подобное Вот не знаю, как называется Это же, ну Это вроде и не туннель, да И как бы И не просто дорога Это как-то должно называться Вот как Наверняка какое-нибудь Замудренное название Я, по крайней мере Никогда не слышал Этого названия Не то, чтобы я забыл И помнил, да Как это часто бывает Здесь я реально Тупо не знаю Красота Ну че эта машинка-то Остановилась-то Ну Такая же скорость была Замечательная Вроде бы не в горочку ехали Это серпантин Вот это все серпантин называется А вон та штука Я не знаю Ой, машину кидает Колесо, друзья С колесом проблема По-моему у меня на колесо Уже опять накрылось Поэтому машина И подпердывает И почему-то По этой дороге Я не нахожу ничего интересного Надо было ехать На вопросительный знак Здесь Так, к примеру Вытащи грязную Природа отмоет машину Во время дождя Ну это прикольно, да Это интересно Ну мне же не стоит Ждать дождя, дед Ну это же было бы Долго, безумно И бесполезно Так, опять маяк Возможно на этом маяке Мы что-то найдем Я там вижу какой-то Какой-то бугорчик Бугарек На этом бугореке Возможно что-то будет Так Тормозим Он здесь, друзья Ну не просто Так, таких бугорков Я обычно не вижу Посмотрите Можно машину даже не глушить Бензин вообще никогда не заканчивается Мне кажется Если бы у нас была лопата Или что-нибудь в этом духе Возможно даже это есть Это можно было бы Как-то вскопать Откопать Посмотреть, да Потому что посмотрите Вокруг больше ни одного Такого бугорка Он один здесь Такой И бросается в глаза Стало быть Что-то 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 это значит Да Так, ладно Давайте постучимся В этот маяк Может быть здесь Что-то найдем Давай Не, тоже закрыто Тоже никто Не открывает Не отзывается Ладненько Блин, машинка опять грязная А когда я успел ее запачкать Вроде бы по бездорожью Особо не гонял Но вся машина В грязи Опять Ужас Ужас Опять отмывать ее Нет, я буду все-таки Ехать в этот раз На такой машине Просто для того, чтобы Создавалось ощущение Того, что мы прошли Большой путь Потому что Когда машина новенькая Кажется, как будто мы Вообще никуда не ехали Ничего не проехали Ничего не повидали Ничего не посмотрели А когда машина грязная Значит мы уже многое Пережили с ней Многое прошли Она нас Спасла от грязи Я не грязный А машина грязная Да Спасибо ей Спасибо ей большое Так Это знаете Как медали практически Да Вот Мол Вот они Вот, вот Мы прошли Ну это наверное Слишком грубое Да, неприятное сравнение Возможно Я погрешился Ну ладно 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 Я в хорошем смысле В хорошем смысле Так И по-моему Можно будет сюда вот Вниз съехать Если я не ошибаюсь Там вроде что-то похожее На съезд есть И Было бы очень здорово Подъехать прямо к морю Остановиться там Посмотреть на На волны Как оно волнуется Море там Без меня Не, по-моему Подъехать туда нельзя Все здесь перекрыто Мы уже добрались Чистая машина Важнейший аспект Для любого угожающего себя Автомобилиста В любом случае Не сейчас Наслаждаю себя прибрежной ездой Да, здесь красиво Разработчик прям постарался Классно реализовано Я вижу заправку, друзья Да Но я Как-то вот Очень-то неприятно Удивлен Отсутствием Так Стоит только поговорить Об этом Так, машинку в этот раз Мы заглушим Заглушили Смотрите-ка В этом автомобиле Мы можем найти Что-нибудь полезное Я рад Что я здесь оказался Давайте посмотрим Это тоже лайка Ммм Капот Вино, смотрите-ка Оп Так, вино Уже бутылку нашли Забираем Так, забираем масло Сейчас я его прямо и подолью Или нет На заправке уже возможно это сделаю Блин, новый движок Кронконг Зашибись Прям вот Я прям очень рад Да По характеристикам Хорошо, хорошо Что мы здесь оказались Открывайся Так Сначала я положу Вот это все В багажник Масло туда же Поставим новый движок Этот движок У нас потихонечку Изнашивается Да, два, три И даже по запасу Прочности Видно, что движок Этот лучше Этот мы выкинем Движок Этот поставим Этот так Максимальная скорость 105 километров Друзья Будьте добры Уважать этот двигатель У нас одной фирмы Смотрите Эээ Аккумулятор 24% Нужно, кстати, новый Купить, не забыть И А этот двигатель Можно продать Стоимость продажи 7 Ну, нет смысла Добрать с собой Хорошо Хорошо Давайте Блин, уже красиво Даже выглядит машина За счет карбюратора Вообще супер Так Катушки зажигания Оранжевые Класс Потом еще двигатель Ой-ой-ой Будет Друзья, очень круто Блин, туман опускается Уже темнеет Надо быстрее добираться До Да-да-да-да До номера Так, что у нас тут еще здесь Есть У нас есть коробка Сосиски Почем они здесь По 4 рубля Я бы их сам с удовольствием съел Да, но Как-то их есть нельзя Что-то здесь можно найти Аккумулятора Здесь ничего не будет работать Потому что как бы ничего нету Только был двигатель Странно, что вообще капот открылся Ничего, друзья Нет больше интересного Ничего, по крайней мере Я не вижу Окей, едем на заправку Продавать коробки Возможно у них что-то интересное лежит Так Сосиски сюда закинем Это сюда Давай Кстати, масло Масло я даже сейчас заливать не буду Я же залью бесплатное масло На заправке Правильно ведь? А это масло Пускай лежит в багажнике Если вдруг где-то в пути Мне потребуется Подлить немного бензина Я это сделаю Прям Ой, заводись Ой, посмотрите Как быстро завелась Я это сделаю Прям, друзья В пути И будет у меня масло Всегда Чтоб двигатель не изнашивался Потому что Ну, двигатель изнашивается Видите ж Да, и раз заправку Я нашел по пути Значит Хотя нет В Дубровке по-любому Будет тоже заправка Но это сто процентов Так ведь? Это было бы логично Окей Посмотрим Так И почему Бензин не дешевеет Я еду ближе на восток А на востоке бензин Традиционно как бы дешевле А тут всегда по доллару На бензине заработать Точно не получится Никогда в жизни Ладно О Уни-джа-уль-е Это на каком языке написано? Это одновременно? Это все языки вместе? Да, сразу? Это все языки одновременно Решили они Совместить, да? Вот это забавно выглядит Бен Ладно Так Заправочка Чик Деда Сейчас Твой внук Уни-джа Что это? Как? Это на каком языке? Вот на каком это языке? Я не могу У меня Поштрясет Я не могу понять какой это язык Жесткий Болгарский, возможно, какой Я не знаю Я не знаю Я не знаю Такс Или югославский На каком языке в Югославии говорили? Там же много Как бы было Разных национальностей людей Не знаю Ладно Берем деньги Это потом возьмем Такс 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 И что? По-моему была еще одна коробка Не? Я запутался По чем вино здесь? По 22 Недорого Лекарства по 9 Сосиски по 4 Ну сосиски точно продам Они место занимают Больше продать-то особо и нечего, да? А что это еще у нас такое? У нас еще лекарства здесь есть, да? Но их брать я с собой пока не буду Будем ждать более удобного случая Случая Возможно, текстиль здесь очень дорого стоил Давайте пойдем посмотрим По чем здесь вообще текстиль Где он тут? Текстиль у нас здесь По 0,3 Предиво И запрещено Кабасица, посмотрите! Ха-ха! Кабасица! Такое милое название Кабасица Для колбаса Кабасица Классно Кабасица Так, окей Кабасица-кабасица И нам нужен ломик Кабасица Униджа Улья Любят кабасицу Да, да Да Так, что у нас там? Текстиль по 0,2 Это, видимо, предиво, да? А, то, что Пряжа, в смысле Прелим Не знаю В общем Мне кажется, что Эти таможенные моменты Немного неправильно работают Возможно, если я поеду назад Там будет наоборот Текстиль дорого стоит Потому что там на границе Текстиль Провозить запрещено Значит, не только на вывоз Но и на ввоз Да, ведь? Наверное Ну, назад я, конечно Двигаться сейчас не буду Нет никакого желания Начинать свое путешествие С самого начала Опять Мы двигаемся сейчас Только вперед Есть лекарства? Лекарства Я не знаю, друзья Я не знаю Хочется купить Ну, давайте Ну, давайте Ладно Пускай Пускай продадим Мне нужен все равно Ремонтный комплект Так Это я сейчас возьму Сразу заплачу Что еще можно у вас Купить, женщина? Деньги Мне же нужны деньги Больше ничего продавать Я не буду Надо еще бензина залить Колесо пока не получится Друзья, поменять К сожалению Попробуем хоть Немного машинку отремонтировать Так, что по бензину? Бензин Хотя у меня полный бак практически Слабая смесь Сейчас возьму деньги Куплю два ремонтных комплекта Че, подождите Я хочу еще бензин налить Куплю два ремонтных комплекта Друзья Так Подремонтирую свой двигатель Чтобы можно было Разогнать его до максимальной скорости Колесам А не, они просто спрятались здесь Да, или все-таки пробиты уже Не знаю В любом случае Надо покупать ремонтный комплект Пошлите И подвинемся дальше У меня всего лишь 35 баксов Мне еще на отель нужно оставить Ой Ёлки-палки Ёлки-палки Два с половиной Давайте возьмем еще один комплект Ремонтный Если что, там уже прямо в Дубровке Продадим Вино и Оплатим Так Хотя 23 рубля Не, будет 30 баксов стоить Сейчас Ночлег Ночлег В любом случае на колеса Пока мне не хватает Ремонтируем карбюратор Топливный вакуум Сцел Ремонтируем Двигатель Аккумулятор Ремонтировать смысла нет Будем нового покупать Кстати, да Надо поскорее это сделать Потому что Уже могу встрять Ну, это пока закидываем на багажник Если вдруг что-то случится Так, масло, масло, масло Забыл взять масло Кабасицу продать продал А вот масло не взял с собой Кабасица Блин, кабасица Ну, такое Название, блин, прикольное Надо запомнить это слово Буду Его использовать чаще В своей личной жизни В смысле, вообще в жизни Так, ладно Я не об этом Я не об этом Я беру масло И Заливаю его Блин У меня из головы Кабасица не уходит Слишком уж классное слово Ладно, заливаю масло Все Надо забыть про кабасицу А то у меня сейчас будет Одна кабасица Там кабасица Здесь Все Закрываем Захлопываем Деда Мы стартуем Новый двигатель Сейчас попробуем его Обкатать Поглядеть На что он способен Так, завелась машинка быстро Динамика вроде тоже Очень хорошая Даже больше, чем нужно Главное сейчас Не врезаться Динамика просто Потрясающая пока Так Воу, воу, воу Вы посмотрите Как же она гонит Воу Ну, хотя не так уж и быстро На самом деле Либо тут просто Ухабистая местность Либо Как-то обычно Быстрее едет она Выше 40 Не поднимается Но я думаю Что это проблема В колесах Да, то есть Ну Они немного у меня Как бы Ушатаны Пострадали И я возможно Даже не буду справляться С управлением Если у меня двигатель Будет супер быстрый Супер крутой Какой-нибудь Так, смотрите Мы выбрали дорогу одну А есть дорога Еще другая Может быть там Что-то и лежит А я как бы Типа О, машину кидает Все Ее уводят в сторону Колесо По-моему взорвалось Но я не слышал Звука Она вообще не едет В машину теперь Я думаю Проблема в колесах Либо одно колесо Либо гораздо больше Здесь я тоже проеду Посмотрю Что я мог упустить По-моему это колеса Пердят, друзья Все-таки Ладно Разворачиваемся Едем Здесь уже был Черт побери Из-за этого скорость Не набирается Надо колеса менять Опять Ремонтировать Как же это муторно Как же я запарился С этими колесами Два комплекта Возить тоже с собой Друзья Бредовая идея Потому что Ну это очень долго Прикиньте Это минут по 5 Придется каждый раз тратить Съезжая с одной дороги Выезжая на другую дорогу Это Ну это очень муторно Муторно Это долго Это неинтересно Это скучно будет Это будет Мне самому не хочется Это делать Хочется просто Выбрать Оптимальные Какие-нибудь колеса Которые На любом покрытии Будут вести себя Достойно Не будут лопаться И возможно Все-таки Оптимальный вариант Это будут дорожные шины Так как В последнее время Все-таки Я чаще двигаюсь По дорогам Хотя Хотя Предпочтительно Мне Предпочительнее Мне конечно Дороги Как бы Вне 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 Нормальной дороги Бездорожье мне гораздо Гораздо лучше Но его нету Вы посмотрите Я еду По идеальным дорогам Практически Хотя Ну конечно Они тоже Не идеальные Зевает Хватит Зевать Дед Что ты Зеваешь Что сейчас Скучно Скучно Мне это тоже Скучно С тобой Дед Ну как бы Ну Что делать Мы с тобой В одной подводной лодке И отсюда выхода нет Дедуля Никуда ты не денешься И никуда не денусь Я Мы уже Дойдем до победного До конечного Пункта назначения Я не помню Куда мы Направляемся Дед Вначале Я там что-то говорил Но я прослушал Прозевал Не обратил внимания Я человек Невнимательный Безалаберный И поэтому Дед Уж извини Я не знаю Куда я тебя везу Я просто еду прямо Не оборачиваясь Ну и куда-нибудь Мы рано или поздно Приедем Правильно дедуль Правильно сын Сынок Ведь не сын я тебе Да Ведь не сын Не знаю Надеюсь ты не Хасан Такс Че это опять Скорость упала Мы едем с горки А скорость падает Что за дела Или это на подъезду К городу Как бы А похоже Впереди нас ожидает Дубровник А я бы сейчас Немного поспал В мотеле Да дед Это Дубровник И эта дорога была Отвратительно Хоть мы и нашли Новый двигатель Он не настолько Хорош Насколько мне бы Того хотелось Особо Я не почувствовал Изменений Плюс опять же Убитые колеса Мы не смогли его разогнать Друзья Проблема в том Что В общем-то Мы не нашли Практически Ничего на пути В Дубровник Ничего интересного Ну двигатель Да ну бутылку вина Ну хорошо Ну ага Что-то еще должно Было быть Ну Я забыл даже Как это слово называется Про колбаски Кабасицы 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 Ладно Кабасицы Кабасицы все-таки Она того стоила Да Это все как бы Объясняет Это все компенсирует Все было ради кабасицы Что ты вырезаешься Аж не врезался Ищем мотель Вот и мотель дедуля Ну и на этом друзья Пока серия подходит к концу Вышла она довольно-таки Большой Вы поддерживаете Спасибо вам И мы продолжаем Продолжим с вами Следующая серия Отправимся в Дубровник Да Ой Дальше из Дубровника Дальше мы кстати друзья Еще не двигались Мне очень интересно Что же будет потом Ну а пока на этом все До новых встреч Спасибо за внимание За просмотр Всем счастья Здоровья И побольше Дедуль Все пока друзья Пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok